Информационная война Информационная война Информационная война Оказалось, что Турция, как страна, которая является членом НАТО и, собственно говоря, удаленно управляется Соединенными Штатами Америки, страна, которая, собственно говоря, является получателем всех нефтяных потоков дешевой нефти, добываемой на территории ИГИЛ. И получается, что, собственно говоря, Турция такая перевалочная база, которая и торговала нефтью, то в этой ситуации, когда российские военно-космические войска разбомбили все вот это хозяйство, связанное с нефтевозами, то контракты на поставку этой дешевой нефти, они оказались под угрозой срыва. И, собственно говоря, уже и танкеры не надо подгонять к портам Турции и надо отвечать по контракту. А, как вы знаете, по британскому, по римскому праву только война, только форс-мажор, только обстоятельства непреодолимой силы могут помешать исполнить контракты. И получается, что Турция вписалась в интересы Соединенных Штатов Америки, и вот эта спецоперация, засада по сбитию российского самолета, она имеет массу признаков, массу вопросов вызывает относительно того, что это не просто так, что это была засада, действительно, что были использованы спутниковая группировка Соединенных Штатов Америки, были использованы самолеты АВАКС, радиотехнической разведки, которые баражируют и уже полтора месяца изучают нашу группировку. И вот эти два американских самолета F-16, которые, мы-то знаем, что они турецкие, только со слов президента Турции, только со слов премьер-министра, но вот эта вот ситуация, что на самом-то деле этих самолетов никто не видел, и принадлежность их до конца, в общем-то, непонятно, вызывает массу вопросов. Прежде всего, с точки зрения таких анализа косвенных разведпризнаков, достаточно интересно то, что генеральный штаб Турции, военные турецкие, которые поняли, что их делают козлами отпущения, они сделали интересное заявление, что карта, опубликованная со стороны Турции, в которой показано, что российский самолет якобы залетел на территорию Турции и пересекал там выступ такой на границе, в течение полутора минут, это на самом деле отношения, эту карту военной Турции не составляли. Это сделано в офисе премьер-министра, и таким образом турецкие военные сделали очень интересный ход, который на самом деле не позволяет их сделать козлами отпущения. Дело в том, что действительно замысел был такой, чтобы сбить любой самолет, сирийский либо российский, для того, чтобы развязать войну между Турцией и Сирией, и союзником Сирии. Таким образом, турецкая элита, которая, собственно говоря, контролирует потоки нефти, которая контролирует, собственно говоря, самих боевиков, которые отдыхают в пансионатах и в отелях Турции, вот таким вот образом, путем втравливания турецкой стороны в войну, можно спасти себя и получается вписаться в американские планы. Вот достаточно интересная ситуация складывается, и то, что мы, в общем-то, не спорим с заявлением турецкой стороны, что это были турецкие самолеты, ровным счетом не означает, что мы не понимаем, что происходит на самом деле. Но самое интересное, это то, что происходит в Европе. По большому счету, втравливание Турции в войну. А Турция – это не только перевалочная база по поставке игиловской дешевой нефти, а вспоминаем, что нефть у нас во всем мире, вот как только появился ИГИЛ, у нас цены на нефть начали резко падать вниз. Собственно, это за собой повлекло и падение многих валют, не только российской, но и других стран, и причем, парадоксально, страны-члены БРИКС. И кроме того, что Турция – это перевалочная база этой нефти, Турция – это еще и перевалочная база тех самых беженцев, которые управляемыми потоками из Турции двигаются в направлении, ну, один из самых мощных потоков. Там есть через Средиземное, конечно, море, через паромы на греческие острова и так далее, но в принципе основным хабом, который раздает вот этот поток беженцев, все равно является Турция. На ее территории находятся огромные лагеря беженцев из Сирии. И для Европы, которая на самом деле одной рукой исполняет указания Вашингтона, а другой рукой думает, как бы выйти из-под влияния Соединенных Штатов Америки и, наконец-то, начать защищать собственные национальные интересы, вот эта вот ситуация, когда Турция может послужить спусковым крючком для развязывания Третьей мировой войны, в которую автоматически по договорным по уставу НАТО будут втянуты все европейские страны, которые являются членами НАТО, эта ситуация для Европы является действительно категорически неприемлемой. И Европа на самом деле может включиться в эту игру с точки зрения даже того, что Европа зависит от газа России точно так же, как и Турция. И когда Турция по указке из Вашингтона парализовала работы по строительству турецкого потока, южного потока, то для Европы на самом деле это тоже не очень хорошо. Европа двумя руками, которая, та часть Европы, которая преследует защиту собственных национальных интересов, естественно проголосует за вторую нитку северного потока. Хотя по большому счету технически для Европы наиболее оптимальным вариантом было бы присутствие всех трех основных направлений экспорта российского газа. Вспоминаем, что война в Сирии это газовая война. И северный поток, и поток, который сформировался в 70-е годы через Украину, и поток, который бы через по дну Черного моря шел бы в сторону Балкана. Для Европы это является оптимальным вариантом развития ситуации. Но имея Турцию и Украину как непредсказуемые страны, которые фактически являются инструментами управления Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, а война нужна прежде всего штатам, Европа начинает задумываться над тем, что действительно пора уже поддерживать Россию, которая на секундочку, не будем забывать, на сегодняшний день является одним из самых стабильных контрактных партнеров в мире. То есть Россия наиболее аккуратный плательщик, Россия наиболее аккуратный поставщик, и Европе упрекнуть Россию, в общем-то, никогда было и не за что. И в этой ситуации нам с вами нужно, я напомню, с чего я начал, что подпендосные спикеры активизировались буквально сразу после сбития российского самолета. Появились крики истеричные, что давайте ответим Турции, давайте впишемся в эту войну, давайте сделаем так, как это было на Украине год назад, когда все просто кричали, Россия, войди на территорию Донбасса, впишись в войну, объяви себя агрессором всему миру, и все НАТО будет здесь. То же самое сейчас этот же сценарий пытаются повторить в Турции. На самом деле Россия заняла достаточно спокойную, стабильную позицию. У нас есть огромный спектр мер, которые мы можем предпринять в ответ на этот акт агрессии. Против Российской Федерации наш самолет был сбит фактически союзническими войсками, которые на самом деле по целям заявленным, они тоже борются с ИГИЛ. Понятное дело в кавычках, потому что мы с вами понимаем, что международного терроризма как явления в природе не существует, а тот же ИГИЛ как террористическая организация и другие организации, это всего лишь иррегулярная армия таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Катар и по большому счету и Турция. Даже прошло сообщение, что практически все водители этих самых грузовиков, все люди, принимающие и беженцев, и нефть на границе, это в общем-то люди с турецкими паспортами, и получается, что ответ Турции вот такой, он в принципе был ожидаем. То есть по большому счету колоссальный бизнес, который разворачивался на границе между Сирией и Турцией, ударами российских военно-космических сил был в общем-то нарушен и нарушен с достаточно длительной перспективой. То есть по большому счету сегодня все понимают, что игиловской нефти уже нет и не будет в обозримой перспективе, во всяком случае в тех объемах, которым все привыкли за истекший год. То есть не только грузовики будут не наполнены, но и танкеры, которые стоят в фортах Турции, они тоже останутся вне контрактов. И получается, что Турция, а особенно те операторы, которые этой нефтью торгуют, оказываются под ударом, потому что нужно отвечать. Только война их может спасти. И таким образом выстраивается вот эта линия, когда мы обязаны не вписаться в этот конфликт. Мы находимся на территории Сирийской Арабской Республики по приглашению легитимного правительства. Мы не собираемся решать никакие другие задачи. Мы ответим Турции по разным линиям. И приостановление визового режима это только одна из мер. Она политическая, дипломатическая, но она прежде всего связана с безопасностью российских граждан. И связана с закрытием границы с точки зрения ее прозрачности. Когда из Турции, например, граждане Российской Федерации, которые участвуют в этой войне на стороне ИГИЛ, а таких граждан достаточно, они выходцы из разных регионов Российской Федерации, причем не только исповедующих ислам, есть и другие. Так вот, для того, чтобы обезопасить наши границы, этот режим будет приостановлен. И есть еще ряд других мер. Категорически Российская Федерация не будет отзывать посла, хотя военные аташе сейчас рассматриваются вопрос о том, чтобы их отозвать. Но дипломатические отношения с Турцией, вот в этой ситуации, когда мир фактически встал на грани скатывания в конфликт, сначала региональный, а потом в связи с тем, что Турция является членом НАТО, то и НАТО может быть вписано в эту войну. Это не нужно ни Европе, ни России. Собственно говоря, это не нужно и Турции. Поэтому, когда вы будете читать, либо слушать, либо выступления политиков, тот же Владимир Вольфович очень жестко на эфире ток-шоу на России прошелся по Турции, рассказал историю создания этого государства, как во времена Советского Союза она была поддержана и не расформирована Турция, а коснулся вопросов Курдистана, Армении, Болгарии, Греции. Это все понятно, но тем не менее в этом вопросе нам вот точно спешить некуда. Все, что связано с турецким вопросом, как его понимают люди, это не является инициативой Российской Федерации. Мы на самом деле не только уклоняемся от сталкивания в прямой конфликт, мы спасаем весь мир от того, чтобы заокеанские водилы, заокеанские дирижеры Турции не столкнули Европу в наземную операцию на территории Сирии. Кстати, о наземной операции. Террористические акты, которые в принципе синхронно прошли, сбитие, подрыв нашего лайнера с нашими гражданами России, которые летели над Синаем, террористические акты в Париже, террористический акт по факту сбития российского самолета, это иначе как терроризмом назвать невозможно. Но если вспомнить и вернуться к парижским событиям, то на самом деле, если вспомнить, как происходили эти террористические акты, то там на камеру были записаны такие крики, это вам за Сирию, это вам были потеряны паспорта, как это вводится при проведении таких спецопераций. То есть, таким образом, Франция как страна, которая имеет наиболее многочисленную армию среди всех натовских стран, причем эта армия, она сейчас размазана по колониям, по бывшим колониям Франции, а фактически Соединенные Штаты, вот дирижируя в длинную, управляя через прокладки такими событиями, они как бы смазывают дорогу Франции, чтобы вписать ее в эту войну. То есть, заставить Францию собрать свои вооруженные силы, самые многочисленные среди натовских стран, и отправить их для проведения наземной операции в Сирии. Цель которой, как ни крутит, точно такая же, как цель ИГИЛ. ИГИЛ получается, как и регулярная армия Соединенных Штатов, задача не справилась, уже все понимают, что ИГИЛу конец в обозримой перспективе. То, что мы массированно бомбим, и многие даже с нашей стороны аналитики говорят, что не пропорциональная сила, не тех бомбят, пропорциональная сила, демонстрация наших вооруженных сил в Сирии является предупреждением всему миру, и Турции в том числе, что у нас есть вот это. Посмотрите внимательно. Если, не дай бог, у кого-то возникнет соблазн осуществить какую-либо провокацию против Российской Федерации на уровне вооруженного конфликта, то мало не покажется никому. Поэтому задача, которую решают наши военно-космические силы в Сирии, они вложены. Там несколько задач. Мы помогаем Башару Асаду, мы решаем вопрос терроризма, мы сохраняем целостность Сирии, и в то же время мы демонстрируем всему так называемому цивилизованному миру, который на протяжении последних полутора тысяч лет только и делал, что воевал с Россией, и Наполеон, и поляки, и немцы, и, собственно говоря, другие агрессии против нас, они на протяжении последних тысяч лет, вот уж так точно, они исторически приводят к тому, что Запад на нас смотрит косо. Но, тем не менее, уже сегодня на Западе, прежде всего в Западной Европе, начинают понимать, что Россия – это единственный спасательный круг для Европы. Потому что вот эти беженцы, которые через Турцию движутся туда, их задача – это все-таки Европу взорвать. Представьте себе, сытая, довольная Европа, которая имеет определенные ресурсы для поддержания жизни своего населения, и вдруг она накачивается и народными, и на культурными гражданами, достаточно агрессивными, да еще и перемежеванные боевиками. Вспоминаем, что корабль, который пришвартовался в Греции, имел на борту примерно 5000 единиц стрелкового оружия, для кого-то же оно предназначалось. То есть сам факт наплыва беженцев, который управляем, и который даже местными элитами придерживается и направляется, приводит к тому, что Европа будет вписана, если не во внешнюю наземную операцию, то, во всяком случае, будет подобрана изнутри. И вот именно в этой ситуации начинает у мира проясняться, на грани чего мир находится. И вспоминают уже не только российские граждане, которые слушали выступления президента Российской Федерации на Генеральной Ассамблее, там была очень примечательная фраза, но теперь-то вы поняли, что вы натворили. И вот теперь у всех начинает складываться понимание. Получается, что у нас возникает свобода для маневра, которая связана с тем, что Европа не в восторге от поведения Турции. По всем аспектам. По нефтяному, по беженцам, по провокациям, по тому, что страна является непредсказуемой. Украина является непредсказуемой страной, и Турция теперь является непредсказуемой страной. И вот сейчас возникает ситуация, при которой Россия не будет отвечать, она уклонится от ответного удара, но при этом сами турецкие граждане, особенно предприниматели, которые имеют интересы на территории России. Это не только поставки нам каких-то товаров, это и подряды на строительство, это огромное количество различных видов деятельности. И вот сейчас турецкие граждане вправе спросить у своего руководства, у своей элиты, которая на недавних выборах пришла к власти, каким образом так получилось, что со своим историческим противником, с которым сколько ни воевали, победы не обрели, Россия действительно, Жириновский в этом смысле прав, ломала Турцию о колено и выгнала из Азовского моря, из Крыма, из Молдавии, из Валахии и так далее. Каким образом исторический запрет стоит в турецком сознании, фактически Эрдоган и премьер-министр новый, в общем-то, катят страну до прямого столкновения с Российской Федерацией. Это из разряда немыслимое. И турецкие граждане уже сейчас начинают над этим задумываться, есть звонки, люди извиняются, люди не понимают, что происходит. Причем даже началась волна у исторического союзника Турции, у Азербайджана. Многие люди в Азербайджане не понимают, у них есть связка бизнесов. И, в общем-то, сейчас нам нужно занять спокойную позицию. Мы спокойно разберемся с нашей энергоблокадой. Мы должны всех истериков и всех поджигателей войны, которые будут кричать, что Россия, сколько можно терпеть и так далее, и так далее. Есть даже вот сообщения таких истериков, которые вдруг не поняли, почему Роснадзор вдруг обнаружил в ряде турецких товаров какие-то там, ну, вредные вещества, черви там и какие-то там испорченные там моменты. И, в общем-то, наложил эмбарго на импорт этих товаров. Не понимая, что речь идет о политическом и торгово-экономическом ответе. Мы на самом деле являемся удерживающим весь мир от скатывания в Третью мировую войну. И мы применим все возможные, спектр колоссальных средств для того, чтобы и турецкие граждане остались живы, и мы с вами не участвовали в войне. И весь мир не скатился в столкновение НАТО с Сирией, с другими какими-то участниками. И поэтому, собственно говоря, весь сегодняшний выпуск я хочу посвятить тому, что спокойно у нас на самом деле диапазон ответа очень большой. Мы не будем разрывать дипломатические отношения. Нам все равно договариваться нужно, потому что война в нынешних условиях – это последнее, на что, собственно говоря, нужно рассчитывать или можно рассчитывать. Всегда война – это, знаете, такая ситуация, когда другие аргументы закончились. Пушки – последний довод королей. И получается, что война всегда означает проигрыш, взаимодействие на других фронтах. А война, даже название нашей передачи называется «информационная война». Это управленческое действие. Это не только силой оружия, это еще и экономикой, это еще поставками товаров, это что касается материальных вещей. Но есть еще информационные аспекты, связанные с тем, как мы будем освещать эти события у нас в СМИ, как мы будем гасить истериков, которые поднимают вот такую волну, типа давайте Россия, там срочно ответим, где наша честь, где наша гордость. Гордость наша и честь на месте. Все прекрасно понимают, что такое Российская Федерация. И в Европе уже даже звучат голоса, вернемся к газовой теме, что поскольку Турция является непредсказуемым партнером, который на самом деле и сам крайне заинтересован быть хабом по поставкам российского газа в Европу через Балканы, но поскольку это не так, то решение турецкого вопроса, который в начале 20 века, Жириновский об этом много рассказал, ставился, а Советский Союз тогда Турции подставил плечо, вот вопрос, связанный с проливами, Европа уже начинает ставить сама. И таким образом нам не нужно вмешиваться в этот вопрос. Вот сейчас Турция будет разбираться с Европой по всем аспектам, которые созрели за последний год. И по нефти, и по беженцам, и по провокации, которая рискует втянуть всю Европу в войну. И Первая и Вторая мировая войны начинались так, что страны к ним готовились только отдельные, а все остальные страны оказались, знаете, наутро. Опа, и в состоянии войны. Вот то же самое Турция вместе с Соединенными Штатами готовит Европе сейчас. И вот эта ситуация, это прежде всего европейские интересы. И если, например, сложится, ну не будем забегать вперед, это, в общем-то, то, что говорил Жириновский, на самом деле сейчас самая главная задача не позволить всему миру скатиться в крупный региональный конфликт, который готов перерасти в Третью мировую войну с участием НАТО. Турция, член НАТО, и по уставу, она, в общем-то, в случае агрессии, она, естественно, сразу же получает подписку в виде всех стран-член НАТО. И Эрдоган сделал заявление, что если комплексы С-400 будут сбивать турецкие самолеты, то Турция это воспримет как акт агрессии. И сразу же обратиться с письмом в НАТО и в ООН о том, чтобы защитить, ну фактически это и будет объявлением войны. Вот в таких вот шатких условиях, таких вот достаточно нестабильных, мы движемся. И я хочу сказать, что ни одна Россия только удерживает. Мы являемся, ну как бы, на острие атаки. Мы решили очень много вопросов своим участием в конфликте в Сирии. Но нас поддерживают очень многие глобальные элиты, нас поддерживают очень многие страны, которым сейчас скатывание вот в мировой конфликт категорически не в их интересах. Сюда относится Иран, сюда относится Китай, сюда относятся страны-члены БРИКС. И прежде всего это страны Западной Европы, которые вот только сейчас начали понимать, куда движет Европу американская политика и на Украине, и в Турции. Украина здесь в данном случае это полная аналогия. То есть даже синхронно блокада энергетическая Крыма, сбитие самолета, активизация боевых действий на Донбассе. Такое чувство, что все эти события, они управляются из единого центра управления. И Европа начинает понимать, она начинает давить на своих политиков, ставленников Соединенных Штатов Америки. И сейчас даже становится вопрос после Турции, каким образом повлиять на Киев, чтобы Киев стал более вменяемым. И как разрядить вот эту обстановку на Донбассе, не в сторону Донбасса, не в сторону России, а в сторону Киева. Над этим думают европейские элиты. И на самом деле, бог им в помощь, чем быстрее эти все конфликты закончатся, тем мы быстрее сможем вернуться к мирной жизни. И наши родственники на Украине, и наши знакомые, друзья, с которыми по тем или иным причинам прервалось общение полтора года назад, мы начнем выстраивать какое-то обратное действие. Мы сможем восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать нормальное общение и, собственно говоря, возвращать русские территории, исторические русские территории, которые сейчас находятся под иностранной оккупацией. В общем-то, вот сегодня звонков не было. В эфире была информационная война. Встретимся с вами в понедельник. Хочу сделать небольшое объявление. Со вторника у нас запускается новый канал Крым-24. И со среды наша программа начнет с большим количеством повторов выходить в эфире канала Крым-24. Но в понедельник мы с вами встретимся в этой же студии, в эфире телерадиокомпании Крым, на этом же канале, на Первом Крымском. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok